Доброе утро! Здравствуйте, друзья! Мы приехали на одно из озер средней полосы России Чтобы после летнего сезона половить окуни И если будет попадаться плотва Сегодня покажем и расскажем, как мы это умеем делать Ну и особенности, которые мы знаем в двух разных подходах Когда один рыболов ловит с колен А второй рыболов ловит обычным способом, ловит с ящика Поэтому сейчас начнем раскладываться Ну и в процессе будем рассказывать и показывать, как мы это делаем Вы уже, наверное, видели, что скарб, который мы сегодня привезли на водоем Мы его принесли не на себе, а привезли в двух санках В санке у каждого рыболова что уходит Это ледобур, ящик, необходимое ведро, термос, фотоаппарат для фотографирования И это практически набор, который необходим, чтобы комфортно ловить на водоеме А также все это крепится хозяйственными резинками Поэтому вот все, что имеется сегодня в санках, это самый необходимый набор А санки используются как для доставки скарба на водоем Также и удобно, когда непогода, сложить скарб двух рыболов в одни санки И накрыть вторыми санками, чтобы это не мочилось на водоеме После того, как мы приехали, первым делом мы начинаем сверлиться Сверлим мы примерно по 10-15 лунок на брата И вот сегодня мы решили, что я пойду сверлить в одном направлении Сергей пойдет сверлить в перпендикулярном мне направлении к центру водоема А я вдоль берега И нам надо сделать для начала где-то по 10, а лучше по 15 лунок Пока лед тонкий, это позволительно Ледобуры острые и небольшого диаметра Мы будем сверлить по 15 лунок для начала ловли Для чего это делается? Для того, чтобы быстро найти окуня Соответственно, нам нужно много лунок И где мы его найдем, это никто не знает А там, где найдем, это пятно будет рассверливаться уже в процессе ловли Что в дальнейшем мы и покажем Сверлим примерно через 5-6 шагов лунки Расстояние вполне достаточно Сверлим примерно через 5-6 шагов ловли Сверлим примерно через 5-6 шагов ловли Сверлим примерно через 5-6 шагов ловли Классно 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 Сверлим очередную ломку. Современные дуры очень хорошо сверли. Не надо на них даже давить, я просто его вращаю и он лезет в лед сам. Он его ест как будто тот ему нравится. Шугу откидываем против ветра и идем дальше. Лед пока не очень простый, поэтому можно сверлить лунки сколько угодно. Как вы видели, мы уже просверлили каждый лунок по 15, рассверлили довольно приличную территорию. Теперь наша задача все эти лунки, которые просверлили, очистить от крошки льда и прокормиться. Пока рыба на корм будет собираться, мы подготовим каждый свой набор, который он будет ловить, потому что набор будет входить в определенное количество нужных принадлежностей. И об этом наборе мы расскажем чуть позже. вот у меня здесь в термосумке лежит мелкий мотыль в газетке, завернутый на две порции, разделен. Где-то на такую рыбалку мы берем по 300 граммов мотыля на брата, этого вполне достаточно, чтобы целый день ловить окуня, потому что расход довольно-таки небольшой. Также в термосумке хранится еда и крупный мотыль, она здесь будет оставаться все время рыбалки. А мы сейчас достанем мелкого мотыля, закроем сумку, чтобы оттуда тепло не уходило и приступим к прокорму. Значит, у меня вот есть такая сумочка, в которой есть емкость для рыбы, большая коробка для мелкого мотыля. Из газеты я перекладываю часть мотыля в эту коробку, из нее буду прокармливать ломки и также докормить. Как только у меня кончится, я опять пойду в термосумку и заберу очередную порцию мотыля. То есть, где-то до 7-8 градусов фенопластовая коробка держит прекрасно тепло. Придя на новую лунку, первое, что мы делаем, это очищаем от крошки лунку, вычищаем ее начисто, втыкаем флажок, обозначая, что эта лунка наша, берем вот такую приблизительно порцию мотыля и просто бросаем ее сверху в лунку. и все, переходим на новую лунку. По приходу на свежую лунку, что мы с ней делаем? Мы ее тщательно очищаем от шуги, шугу выкидываем точно так же против ветра иначе она будет мешаться. Вот здесь очищаем все, чтобы леска потом не цеплялась за эти края, за острые. После того, как мы ее прочистили, мы ее прокармливаем небольшой щепоточкой вот такой мотылика и ставим флажок. Флажок, кроме того, что обозначает, что лунка занята, также имеет еще один дополнительный смысл, о котором будет рассказано чуть позже. Очищаем лунку. Ложку удаляем, всякую мелочь, вынимаем шугу. В принципе, мы считаем, что окунь особенно не боится чистой лунки, поэтому обычно позволяем себе держать лунки чистыми. Так гораздо удобнее ловить тогда лесочки тонкие. Прокармливаем и запоминаем порядок, в котором мы прокармливали. Вот я просверлил три линии по пять лунок, соответственно, иду именно по линиям, одна, вторая, третья, чтобы потом обходить их при ловле в том же самом порядке. Уготавливаем лунку, очищаем ее от большей части шуги, берем щепотку мотыля, больше не надо, поэтому и прокармливаем. Вот сейчас мы начинаем готовить набор, с которым я буду ловить, но ловить я люблю не сидя на ящике, а стоя на коленях, поэтому на мой костюм пришлось доработать, было на коленниках, была вшита молния и туда вставлены два слоя пенопориуретана, чтобы у меня коленки не мерзли, чтобы я мог стоять на льду, и коленки не мокли, и не мерзли. Вы видите, в ящике у меня довольно-таки приличное количество одинаковых удочек. Почему их много? Значит, все удочки разделены на четыре вида лески. Это леска 0,6, 0,7, 0,8 и 0,1. Каждого вида по три удочки, но вот три удочки, допустим, на леске 0,1, там есть одна мормышка, микромормышка, как мы называем, одна мормышка нулевого номера и одна мормышка первого номера. Какие, на какие мормышки, на какие диаметры лески сегодня будет клевать, это никто не знает. Поэтому, когда мы готовим набор, я себе положу три разные удочки с тремя разными лесками и с тремя разными по диаметру мормышками. Есть также две мотыльницы для крупного мотыля. Я в одну мотыльницу положу мотыля и буду носить ее с собой. Во второй мотыльнице будет запасной мотыль, который будет храниться в термосумке, в которой хранится мелкий мотыль. Ящик состоит из двух отделений, имеет нижнее отделение. В нижнем отделении у нас находятся мормышки, мотыльница, черпак, запасные стельки, запасная шапка. Когда зрение уже начинает садиться, мелкоскопы. Есть маленький портативный пехолод компании «Практик». Практически может работать лежа на льду в очень длительное время, так как питающий элемент находится в датчике, а датчик находится в воде, а вода всегда имеет плюсовую температуру. Это вот что касается верхней половины ящика. Там же вы видели часть удочек, но это испорченные удочки, то есть с оборванными мормышками, которые дома будут переделаться. Вот я приспособил такую сумку для переноски всего содержимого, что мне необходимо для рыбалки. Ну и соответственно набор. У меня есть три удочки, которые коробка с мелким мотылем, тряпка, шумовка и у меня есть еще вот такая линейка. Если будет ветер, у меня поднимается вот эта крышка, а линейка фиксирует эту крышку и я за сумкой ловлю как бы в мертвой зоне, даже при тонких лесках, мне ветер не поддувает, кивок и я ловлю, ну скажем так, довольно комфортно. В моем рыболовном ящике вы можете видеть набор удочек на все случаи жизни. Здесь различные лески, различные мормышки и вот с этим набором, который здесь есть, я готов ловить практически любую рыбу на любых глубинах. Некоторые удочки у меня задублированы, чтобы не перевязываться на водоеме в случае обрывов, а брать другую запасную удочку и продолжать ловить на нее. А если заглянуть во второе отделение, то там есть еще удочки такие же. Вот кроме всего прочего, вот здесь, ну я сюда убрал пока крупнокалиберную артиллерию для больших глубин, которые мне понадобятся позже, когда встанет серьезный лед, на водохранилищах пойдет большая глубина черти и также ряд таких удочек, оснащенных поплавками, про которые, я думаю, мы еще расскажем в фильме про ловлю уклейки. Я буду ловить с ящика, у меня с собой рыболовный ящик, сидушка, на которой я сижу, очень полезная вещь, всем рекомендую, кроме того, потом покажу, я ее использую в сильный ветер для ловли с колен. У меня есть вот такое вот ведро, ведро служит для того, чтобы собиралась сюда рыба, здесь же ездит ложка. К ведру у меня можно прицепить вот такие контейнеры, в которые можно положить запасные удочки, либо положить удочку при переходе с места на место. У меня есть полотенце, которое, если мне нужно, я вот от сидушки ремень за него вот так цепляю, оно у меня всегда под рукой. Мелкого мотыля до кормочного я либо прячу в нижнее отделение ящика, если на улице морозно, либо могу сверху в ведро бросить, если на улице, например, около нуля, и он, чтобы не тратить время на открывание и закрывание ящика. Кроме того, крупный мотыль. Крупный мотыль у меня находится в мотыльнице, лежит он у меня вот здесь вот в рукаве. Вот одним движением он сюда убирается, точно так же он оттуда достается. Достал, насадил, всегда под рукой, в тепле не мерзнет, ничего с ним не происходит. Все, вот в таком виде я готов к рыбалке. Вот вы видите, какого прекрасного мотыля сегодня мы с Дмитрием привезли на рыбалке. Но у нас есть хорошая такая поговорка, чем лучше мотыль, тем хуже рыбалка. Но мы про это расскажем, наверное, в конце фильма. Подтвердится наша теория или нет. Поэтому я беру себе щепотку мотыля, укладываю его в мотыльницу, а остальное Дмитрий уберет в стенку. Пока у нас корм наш собирает рыбу, мы обычно завтракаем. Время надо дать ему минут 10 собраться как раз. Есть время спокойно, не спеша покушать. И потом с новыми силами, не отвлекаясь уже ни на что, приступить, собственно, к рыбалке. Для этого мы вам порекомендуем одну такую вот вещь. Называется она масса с изюмом. Вот Сергей уже ее кушает. Сырковая масса, просто она есть в двух видах в пакете. И либо надо брать с собой дополнительный элемент, ложку. Вчера просто не удалось купить в пакете. Поэтому в банке пришлось брать с собой ложку. Очень питательная. Практически хватает, перекусив где-то в начале рыбалки, хватает практически на целый день ловли. А уже в конце рыбалки допиваем и доедаем все, что привезли, уже практически закончил рыбалку. Пожелаем нам и окуням приятного аппетита. Очищаем от крошки лунку. И начинаем заправлять леску в лунку. Маленькими движениями заправляем леску. И приблизительно на глубине метр восемьдесят, в пятидесять сантиметрах от дна, я прерываю быстрое сбегание лески и начинаю медленно, 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 как можно медленнее опускать мормышку до дна. Вот стоп, кивок выпрямился, мы нашли дно. Теперь что делаем дальше? Постукиваем мормышкой по дну. Мы потом начинаем играть. Медленно, 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 потрехиваю и медленно, 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 медленно поднимаем. Так продолжается где-то до высоты тридцать сантиметров. Затем медленно, 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 опять опускаем. Опять постучали по дну. И теперь начинаем играть, но с более быстрой игрой. И с быстрым подъемом. Все. Поклевки не последовало. Вынимаем. И переходим на новое место. Произошла поклевка. И вот мы поймали окуня. О чем говорит? Если в предыдущей лунке поклевки не последовало, то только я повторил цикл, повторил цикл, что тут же последовала активная поклевка, и окунь попался. Значит, на каждой лунке мы не засиживаемся. Если окунь клюет активно, он ее берет практически сразу. Если мы не поймали, если мы не поймали там с двух циклов, на первом проходе, из первого цикла, вот уже обловив три лунки, я понимаю, что клюет в основном при игре снизу вверх. Поэтому и опять начинают то же самое. Поклевки не последовало. И вот если на следующей проводке поклевки не последует, я тут же пойду на другую лунку. Поклевки не последовало. Но я вынимаю и буквально вот такую маленькую щепоточку я докармливаю. И перехожу к другой лунке. Мы опускаем как и говорилось раньше, где-то сантиметров 50 от 1. и начинаем остановили поклевки не последовало поэтому мы медленно-медленно-медленно-медленно-медленно-медленно поклевки нету начинает играть медленным подъемом вверх если первый подъем был быстрый то второй подъем более медленный все поклевки поклевки не последовало все не задерживаются пошли дальше для чего мы это все делаем мы показываем три цикла как бы клёва при опускании мотыля сверху вниз при постукивании как бы шевеление мотыля на дне и потом его подъем снизу вверх и еще раз подымаем снизу вверх но уже более-менее в медленном темпе потому что окунь мог где-то рядом стоять его заметить ему надо принять решение атаковать не атаковать поэтому мы показываем три цикла то есть при спуске вниз подъеме вверх и как бы клеве со дна иногда бывает что постучишь по дну и буквально задержал на на 3-4 секунды тут же идет поклевка прям с одной поэтому если в каждой лунке вы эти три цикла сделали и поклевок нет нужно переходить на другую лунку поклевок нет пошли дальше вот у меня попалась первая рыба пока еще очень рано рыба пока могла не активизироваться и первый круг он не показательный он такой информативный но эту лунку все же стоит запомнить и обязательно докормить на первом кругу с докормом есть небольшая хитрость вот вы видите сейчас в лунке застрял мелкий мотыль оставшийся от первичного докорма часть вмерзла вот тут в легкий ледок который уже образовался часть из него застряла на стенках лунки поэтому мы скрываем лунку вот таким вот образом мы проворачиваем ложкой шугу скребем по стенкам и таким образом осуществляем как будто бы до корм этой лунки то есть нам не нужно залезать в ящик или в мотыльницу брать оттуда дополнительного мотыля докармливать мы все это делаем просто одним движением теперь проверяем эту лунку который мы только что вскрыли заправляем мормышку определяем глубину здесь должно быть на чуть поглубже чем в предыдущий нет вот но глубина точно такая же это мы для себя тоже запоминаем рельеф вот мы нашли дно раз два три три раза постучали начали приподымать если активная рыба есть она отзывается буквально сразу же вот сейчас видимо здесь никого нет кто хотел бы клюнуть сейчас первый круг еще темно рыба еще не активная пока удается поймать только по одному два окуня из лунки на одной я смог снять трех окуней соответственно эту лунку я очень хорошо запомнил она возможно будет перспективная целый день вот на поклевка я все-таки вытряхну есть такой момент иногда требуется лунку так называется термин такой разыграть то есть окуни стоят смотрят на мормышку когда один из них решится и и атаковать то и все остальные тоже начинают после этого бойка клевать мы сейчас проверим если еще у кого-нибудь под лункой желание плюнуть снова опускаем мормышку попробуем сверху вниз опустить плавно вот тут же происходит поклевка дело в том дело в том что мы сейчас что сделали мы провернули шугу в лунке который был мотыль и мотыль пошел на дно он уже до дна дошел он там где-то около дна падает и вполне эффективно и становится тактика такая чтобы подделаться под этого самого медленно падающего мотыля и сейчас мы еще раз попробуем выполнить проводку сверху вниз подделываясь под вот этого медленно падающего мотыля что у него не вызывает подозрений потому что он их хватает одного за другим медленно медленно опускаю медленно медленно до самого дна опускаю мормышку иногда посередине происходит поклевка как только что видели на предыдущей проводке вот сейчас вот я дошел дна поклевки не получилось поднимаем от 1 принципе как я уже говорил на первом кругу 2-3 окуня это совершенно нормально слунки поэтому отсюда уже поймано 2 и вполне может быть что пока здесь больше нет желающих так что вот две проводки сделали все активной рыбы здесь больше нет ну а до корм мы уже осуществили поэтому переходим на следующий у меня на крючке неплохая рыба не окунь по плотова попалась здесь такое уникальный водоем ловится отличного размера плотова среди вот этого мелкого окуня ну как на грех по 1 2 штуки за рыбалку и больше просто вот ну не получается и все тут поймать то ли мы что-то не так делаем то ли не нашли мы ее ну вот прекраснейшая рыба ловилась бы она тут хотя бы ну 20 штук таких за рыбалку ну вот в одной две штуки такой водоем так 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 о какой окушок весь изогнулся ну нету здесь в этом водоеме крупнее окуня что же поделать ну и вываживание такого на наших снастях доставляет немало удовольствия я закончил первый круг что можно сказать так поклевочки идут более-менее где-то по одному 2 в самой лучшей лунке я поймал три рыбы включая плотву это вообще уникальная рыба для этих мест интересно так ловится только довольно таки крупного размера но по одной-две штуки за рыбалку больше еще ни разу не ловили попытки наши найти и пока не увенчались успехом ну вот значит ну примерно там донышко прикрыл по одной-две-три рыбки собирал из лунки также я контролировал глубину постоянно и соотносил эти перепады глубины с тем что собственно говоря у меня происходит с клевом что получилось получилось что здесь я рассверлил участок с небольшим перепадом перепад где-то вот вот такой вот но для прудов это в принципе уже довольно таки значительный перепад когда между двумя лунками на расстоянии там 6 7 метров такой перепад это уже довольно здорово и клюет на нижней части этого самого перепада довольно таки неплохо поэтому что я буду сейчас делать я сейчас досверлю 3-4 лунки именно с учетом информации по глубине досверлю на этом перепаде и докормлю их потом посмотрим как они заработают ну чё как у тебя ну что можно могу сказать я прошел все свои 15 лунок у меня значит в двух лунках поймал по 3 окуня и еще в трех поймал по одному окуня лучше всех сработал лунку номер один и лунку номер 15 они находятся как бы в двадцати пяти метров друг от друга поэтому можно будет рассверлиться или . раз да эти точки рассверлить ну где-то метра три четыре отступая от лунки рассверлить около каждой лунки еще по три-четыре лунки и посмотреть потому что в этих лунках хотя и было поймана по три окуня в точке может это может быть не самая лучшая точка для концентрации рыбы а рыба может концентрироваться буквально где-то чуть стороне можем найти точку с которой можно будет поймать 10 и больше поэтому мы сейчас пойдем по второму кругу и на втором кругу после второго опять соберемся обсудим что у нас происходит и будем принимать решение но соответственно на тех лунках на которых поклевок не было на этих точках если нет поклевки буквально с первой проводки вот первая проводка сделал и поклевки нет все эту лунку надо засыпать и вообще про нее забывать и нет даже недокатная по проводкам у меня снизу вверх весел и у меня у меня про несколько раз стучишь по дну потом подымаешь идет поклевка и он брал на первом кругу у меня в этой лунки клевал вот сейчас скрыл сейчас посмотрим что будет сейчас вот буквально с первой проводки пойму то есть там где окунь стоит и и кормится он тут же тоже дает о себе знать и вот как пока показывает пока практика микро мормышка микро мормышка сегодня работает гораздо эффективнее эффективнее хотя тонет намного медленнее но работает конечном итоге опять опускаем опять опускаем стучим по дну и начинаем подымать вот была поклевка и окунь снял мотыля чем вот хороша удочка на которую мы лоем что дмитрий что я то что я до глубины метра четыре могу четко сказать у меня после поклевки на мормышки мотыль остался или нет даже на спортивных удочках таких как михеевки только очень сильные спортсмены чувствуют это на этой удочке четко передается в руку прям что у тебя сняли в мотыля вот последовала поклёвка еще один маленький прием маленькой хитрости вот смотрите в нем клюет очень активно соответственно мнению мотыля приходится менять довольно часто я одного мотыля буду насаживать одного двух мотылей положено на пенку мне не надо будет несколько раз доставать моему мотыльницу взад вперед вот мотыли при активном клёве не успевают замерзнуть как отправляются в лунку вот очередной окушок старайтесь вынимать так окунь мотыля не всасывает а его как бы бьет поэтому он не разбивает сильно сильно мотыля поэтому на одного мотыля можно если аккуратно вынимать у него из окуня из пасти вот очередной окунь то есть вы видите уже на втором кругу на втором кругу с лунки поймана 4 хотя то есть активность окуня лунки довольно-таки высокая и надо будет ну как бы на следующем кругу на следующем кругу сейчас я весь круг пройду с этой удочкой но есть вот как сейчас я вижу по по окуню что можно перейти будет на более крупную мормышку вот уже пяток поймана и надо чтобы у него активность не падала мы возьмем буквально щепоточку и до корня вот о чем говорил ранее у меня остался мотыль он в прекрасном состоянии и пока еще не замерз но мне не надо доставать моты минцуй и перезаряжаться я трачу намного меньше времени на перезарядку снасти снял мотыля снял мотыля но сейчас по характеру по по характеру поклевки было видно что я ему ударил по губам вот если на следующий так что в таких случаях делать если на следующей проводке я не поймаю я еще брошу мотыля и пойду дальше потому что окунь здесь где-то минут на десять замолчит он никуда не денется но просто замолчит вот молчал значит не больно его по губам ударил давайте попробуем сколько мы с этой сумки с нее активная рыба в принципе конечно при таком клюве надо сразу переходить на уже на более крупную мормышку потому что поклёвки поклёвки не последовало кунюк И уже получается, что пройдя две лунки, мы поймали больше 10 штук. Вот что значит окунь, который собрался под лунками активно. Блин. Берет в основном в диапазоне от дна и где-то до 30 сантиметров. Все. Я в принципе начал заниматься ерундой, вытряхивать всех, которые не активны. Под лункой есть окунь, но он сейчас не активный, поэтому не надо его, ну, надо добиться того, что ловить активно окунь. Поэтому мы берем и переходим к следующей лунке. Поклевка и окунок. Вы видите, что на втором кругу гораздо, вот даже видно, что окунь атаковал в дно, даже с прихватом маленькой травки. Вот он, вот он, вот он, вот он, красавец, вот он красавец какой, растопыренный. Нечего здесь задерживаться, опять докармливаем, докармливаем, и потопали дальше. Что мы хотим этим фильмом показать? Мы хотим показать способ ловли мелкого окуня на скорость и на количество, к которому мы пришли путем многочисленных выездов на рыбалке, путем консультации со спортсменами, в том числе и мирового уровня. Ооо, что-то попалось. Что-то попалось. Вот она, красавица. Вот она. Это уже третья за сегодня платва. Сегодня, можно сказать, поставил рекорд. Раньше мы одну, максимум две платвы за рыбалку ловили, а это уже третья. Отлично. Ну, платва это хорошо, продолжу рассказ. То есть, ездили мы с Сергеем, ездили, ловили, что называется, как все. И результат нас не очень устраивал. То есть, ну, когда за день ловишь, там, десяток, другой окуней, ну, кого-то это может устроить. Нас это не устраивало никак. Поэтому мы долго довольно-таки ездили, разработали такую вот систему. Ну, в том числе и консультировались со спортсменами, как правильно. Потому что, конечно, наш подход уже ближе к спортивному подходу к рыбалке, чем к любительскому. Вот. И разработали вот такую вот систему ловли, которая позволяет наловиться зимой. То есть, поймать реально много рыбы по количеству. Ну, уж размер какой есть. Вот в этом озере вот такого вот размера окунь, что делать? Другого не предусмотрено. Вот. Ну, если он будет в два раза больше, будете ловить точно так же, только в два раза больше. Соответственно, в чем этот метод заключается? Самое главное, это не теряя время ловить активную рыбу. В этих словах, в принципе, уже все сказано. Но я все же расшифрую поподробнее. То есть, в один прекрасный день мы задумались, а чем мы занимаемся на рыбалке? Такой вопрос, конечно, парадоксальный и немножко идиотически звучит. Но, тем не менее, это так. То есть, когда мы начали анализировать, на что тратится время на рыбалке, а зимний день-то, как известно, очень короткий. И рыбалке, собственно, самой не более пяти часов уделяется времени. Ну, и выясняется, что на рыбалке мы занимаемся переходами между лунками, распутыванием снастей, перевязыванием мормышек и сидением на лунках, самое главное. А вовсе, собственно говоря, не рыбалкой, не доставанием рыбы из лунки. И когда мы это поняли, когда мы это посчитали, то получилась совершенно удивительная цифра. То есть, мы посчитали, что если мы ускоримся при переходах между лунками, вот всего-навсего, просто будем быстрее переходить от лунки к лунке. Мы выиграем час времени. Вы только представьте, всего на рыбалку отводится пять часов, и час времени из этого вы просто ходите между лунками. Вы не ловите. У вас даже удочка в воду не заправлена. Вы просто ходите. Ну, как выяснилось впоследствии, еще больше времени уходит на сидение на пустых лунках. Вот это самое узкое место, которое мы начали в первую очередь оптимизировать. Весь наш подход строится на ловле активной рыбы. То есть, мы пришли на лунку. Во-первых, мы их сверлим много сразу. Мы сверлим 15 штук, чтобы, во-первых, понять, найти сразу, где рыба. Во-вторых, чтобы была возможность выбора. Значит, далее. Как мы их обходим? Если на лунке после двух проводок не последовало поклевки, все, мы с этой лунки уходим. Да, может быть, я на этой лунке проведу там времени 10 секунд. Может быть, если на ней посидеть минуту и потрясти там, применив там 10 разных вариантов проводки, можно кого-то поймать. Очень хорошо. Но за эту минуту я добегу еще до следующей лунки. А там вот ждет меня окунь, который клюет сразу же, как только я опущу мормышку. И в конечном итоге за это же время я рыбу поймаю больше. Ну и, собственно говоря, вот все остальное, о чем мы рассказываем, это все оптимизация по времени. То есть, чтобы как можно меньше времени тратить на всякие паразитные моменты и как можно больше времени посвящать, собственно, рыбалке. Основные моменты таковы, что не засиживаться на лунках, облавливать, снимать с луна активную рыбу и быстро перемещаться дальше на следующую. Вот результат, я думаю, в конце можно будет увидеть. Вот когда мы начали применять способ, о котором мы сегодня рассказываем, мы начали ловить рыбы на порядок больше, чем ловили до этого. И, в общем-то, ловля такая настолько азартная и увлекательная, что просто оторваться невозможно. Ну, плюс к тому еще и результативная. Так что, если вам понравится, можете делать точно так же. И я уверен, что результат будет не хуже, а может быть даже и лучше. Вот лунку я подвыбил, пока рассказывал про нашу методику. Уже вот рыбу приходится вытряхивать, после того, как вроде я ее вот разыграл. Но окунь получил по губам, взял, соответственно, не очень хорошо. Лунка это золотая, работает она отлично. Флажок воткнут. Соответственно, ее надо докормить и идти на следующую. Потому что дальнейшее сидение на этой лунке, это потеря времени. Вот сколько я уже второй раз, да. Вот наглядно показываю просто на примере, что это такое. Вот второй раз я мимо подсек, да. Сейчас вот потрясу, он еще раз дернет. Может быть поймаю, может быть не поймаю. Может быть он перехочет. Вот с третьего раза я его поймал, да. А на следующей лунке я бы поймал его с первого раза, просто опустив мормышку до дна и тряханул в пару раз. Поклевка была бы уверенная и надежная. Так что эту лунку мы докармливаем и переходим к следующей. Щепотка буквально совсем чуть-чуть. Докорм очень микропорциями производится. Докормили и пошли к следующей лунке. Сейчас начинает усиливаться ветерок. Обратите внимание, я лунку заэкранировал ногами. Если этого становится недостаточно, то есть бывает такой силой ветер, что как ноги не ставь, не удается заэкранироваться от ветра. А мормышки легкие, лески тонкие, кивки мягкие. Соответственно минимальный практически ветер не дает уже возможности ловить. Если ветер усиливается довольно-таки значительно, то я так же как и Сергей перехожу на ловлю с колем. Используя свою сидушку как подкладку под ноги. Сейчас я это вам продемонстрирую. Снимаю сидушку, кладу ее себе под ноги. Ящик ставлю максимально близко к лунке, как экран от ветра. И соответственно теперь я даже микромормышкой могу играть и видеть любые поклевки. Вот он и попался. Потому что в ветре что самое плохое? Что вы перестаете видеть поклевки. И соответственно перестаете ловить рыбу. В самом начале я сказал, что у нас флажки используются не только для того, чтобы пометить лунку как занятую. У нас с Сергеем разработана собственная система сигналов с помощью флажков. Для того, чтобы при подходе на лунку сразу же понимать, как она работает. Вот например, как сейчас стоит флажок вертикально вверх. Это означает, что лунка хорошо работает. И с нее снимается минимум 5 окуней. То есть подряд. То есть под лункой есть активная рыба. Стоит ожидать хорошего клева. Если лунка работает плохо, приносит по одному-два окуня, и тебе приходится, что называется, вытряхивать-вымучивать, то флажок мы ставим под наклоном. Под 45 градусов наклоняем флажок. Вот так вот. Это у нас означает, что лунка работает плохо. И что при заходе на нее нужна внимательность. Нужно, так сказать, еще раз к ней присмотреться. Чтобы понять, как она работает теперь. Значит, если же лунка не сработала вообще на втором и последующих проходах, то есть если на первом не сработало, это еще, в общем-то, ничего страшного. Такое бывает, что рыба еще не проснулась. А если лунка не сработала на втором и последующем проходах, то флажок вынимается и кладется рядом с лункой. И просто кладется. Соответственно, это означает, что на этой лунке при предыдущем проходе не было поймано ни одной рыбы. Если, соответственно, рыболов садится на лунку, где флажок лежит, и тоже с двух-трех проводок не ловит ни одной рыбы, то все, эту лунку мы засыпаем и забываем про ее существование вообще. Потому что чем сидеть, вытряхивать одного-двух окуней на этой лунке, которые, может быть, там когда-то соизволят клюнуть, гораздо эффективнее пробежать до следующей лунки, в которой уже стоит, ждет активная рыба, ждет, когда мы зарядим ей под нос мормышку, и она готова клюнуть и попасться на крючок. Поэтому лунка, которая не сработала дважды, мы ее просто засыпаем. При необходимости мы делаем дополнительные лунки, просверливаем в процессе рыбалки. То есть, если вдруг много оказывается нерабочих лунок, то всегда нам доступен ледобур, мы всегда можем рассверлиться дополнительно, и страшного ничего в этом нет. Соответственно, вот эта лунка работает прекрасно. Это одна из золотых, так называемых, лунок, которые работают очень хорошо. Поэтому флажок мы воткнем вот так вот, вертикально, в таком положении. Просто довольно часто мы делаем один набор лунок на двоих, и переходя по этим лункам друг за другом, мы всегда имеем информацию, как сработала лунка до того, как мы на нее попали. Даже если на этой лунке, допустим, облавливал не я, а Сергей, я всегда буду знать, что у него было на этой лунке на предыдущем кругу. Ну вот, еще один попался. Вот сейчас эта лунка работает, конечно, здорово, но уже начинается какая-то тенденция. Уже рыбу приходится вытряхивать. То есть, одна проводка, вторая проводка, третья, но на четвертой, так уж и быть, возьмет. То возьмет мимо, то по губам. Это тоже знак, что лунку необходимо докормить и перейти на следующую лунку. Потому что, опять-таки, вытряхивание – это трата времени, а время у нас самое, так сказать, что мы сейчас пытаемся сэкономить. Поэтому необходимо очень четко вот эту грань улавливать. Когда окунь начинает плохо брать из лунки, становится более пассивным, соответственно, необходимо перемещаться на следующую лунку. Когда вот такой активный клев, как сегодня, обязательно надо пробовать более крупные, более тяжелые мормышки. Потому что чем быстрее тонет мормышка, тем быстрее, соответственно, происходит ловля. И, опять-таки, в угоду эффективности мы выигрываем. За счет того, что просто ловля происходит быстрее. Поэтому... Вот он. Поэтому я в таких случаях обязательно пробую мормышки первого номера. Но по статистике последних лет довольно часто вот даже такой клев, казалось бы, очень активный, но на первый номер клюет гораздо хуже, чем на нулевой. И приходится возвращаться, потому что получается... Да, она быстро тонет, все хорошо, но рыба берет ее гораздо менее активно. Она ее вместо того, чтобы забирать в рот, просто подталкивает, бодает. И получаются ложные поклевки. Холостые сходы, удары по губам, после чего лунка умирает. И, в конце концов, это отрицательно сказывается на результативности. Вот и сегодня я попробовал перейти на более крупную мормышку. И в одной золотой лунке ее опробовал. Несмотря на то, что лунка была заведомо рабочая, я поймал двух окуней, еще одному дал по губам, потом еще один у меня сошел, и лунка замолчала. То есть, вот результат того, что чуть более крупная мормышка может оказаться менее эффективной, хотя, казалось бы, она быстрее тонет. Да, вот эта вот нулевочка, на которую я обратно вернулся, она довольно долго тонет, но зато поклевка происходит уверенная, и рыба с нее не сходит. И в конечном итоге результат оказывается лучше. Вот, казалось бы, ну что там разница в этих мормышках, сами можете увидеть, что ну разница в них только измерительными приборами может быть обнаружена, но вот, тем не менее, рыбе и приборов никаких не надо. Она прекрасно понимает, что вот вот это ее интересует, как кормовой объект, а вот это уже не очень. вот это ! перешли на очередную лунку смотрим что она нам даст попробуем для начала проводку сверху вниз медленно опускаем сверху вниз имитируя падающего мотыля естественным образом вот сразу происходит поклевка но к сожалению окунь оборвал мотыля но это уже хорошо берет на падающую приманку отлично просто прекрасно по губам я ему не дал это прекрасно чувствуется с такой удочкой поэтому есть надежда что он чуть-чуть я поторопился вот за кончик мотыля взял медленно опускаем падает-падает-падает вкусный мотылик нет второй раз не проведешь до дна дошло попробуем приподнять вот и поклевка он попался мотыля к сожалению съел придется достать нового мотыль крупный поэтому возможно такие вот варианты на такую ловлю лучше запасаться средним мотылем не очень хорошего качества может быть даже потому что есть у нас такая поговорка хорошая мотыль плохая рыбалка попробуем еще раз сверху вниз сверху вниз обычно берет самый активный окунь те которые чуть попасим они берут да что ж такое еще один оборвал мотыля надо найти поменьше мотылика а то окунь не крупный а мотыль здоровенный так заправляем лунка работает идут поклевки это радует сразу бросаем на дно и начинаем подымать тут же поклевка красавчик акунек пока мы тут ловим что можно сказать про проводки вот вы видели самый активный схватил при проводке сверху вниз потом мы начали играть подъемом от 1 тоже неплохо клюет вообще поскольку наша вся ловля строится на том что мы ловим активную рыбу конкретный вид проводки он не так важен на самом деле то есть как-то вот раньше я считал что надо уметь трясти там с частотой 223 с половиной герца иначе окунь не поймать это все конечно ерунда мы ловим активного окуня а он когда хочет есть он ест практически все что шевелится и все что не очень шевелится тоже ест поэтому выполняйте проводку такую какая у вас получается я уверен что ловить будете ничуть не хуже есть ряд базовых приемов вот например проводка сверху вниз проводка снизу вверх с остановками причем бывает так что клюет даже просто на подъем без тряски бывает надо потрясти бывает надо посильнее потрясти или помедленнее потрясти но это все определяется очень быстро экспериментальным путем прямо на рыбалке давайте ради интереса проверим довольно таки хорошо клюет вот будет ли окунь клевать если мы просто будем поднимать просто опускать и просто поднимать вот на опускании мы только что уже поймали одного вот мы несколько раз стучим по дну тоже очень хороший прием стучим по дну несколько раз и поехали вверх просто поднимать медленно поднимаем поднимаем мормышку и вот мы поклевка то есть вы видели я вообще не играл я вообще не выполнял никаких колебаний кивком я просто медленно поднимал мормышку отодна и на глубине где собственно говоря стоял окунь последовала поклевка поэтому пробуйте экспериментируйте и вы обязательно подберете ту проводку которая нравится в данный момент окуню и поймаете его потому что если окунь активен и хочет есть он достаточно безразлично относится к проводке на которую его ловят вот сейчас потрясли и поймали окуня и так далее и тому подобное особо изгаляться тут заморачиваться считать герц тут не стоит вот он тут же второй раз клюнул и попался ну вот когда лунка вот так работает хорошо это обязательно нужно запомнить запомнить это лунка которая называется у нас шутливо золотая или если она совсем хорошо работает то платиновая заканчиваю я предпоследний круг времени уже много в принципе поймано нормально какая особенность последнего круга то есть вот сейчас мне предстоит обойти лунки последний раз на последнем кругу особенность такая что хожу я уже только по золотым лункам то есть только по тем которые работают и работают хорошо то есть если лунка не работала или даже пусть работала плохо флажок на ней стоит наклонен то я на такую лунку вообще не обращаю внимания снимаю с нее просто флажок и при обходе чтобы уже потом собираться по дому но я на ней не ловлю потому что ловля на этих лунках уже ну последний круг уже ничего не докармливать ничего не надо уже надо просто сойти и дособрать остатки рыбы доловить в максимально быстром темпе поэтому используются для ловли только золотые лунки которые днем работали лучше всего вот на одной из таких лунок я сейчас сижу хотя рыба не крупная но клюет хорошо обратите внимание два флажка на ней стоит это значит я где-то уже с одной нерабочей лунки флажок снял а эту лунку чтобы отметить что она вот такая вот золотая хорошая пометил двумя флажками чтобы точно не забыть что она хорошая ну вот клюет постоянно но клюет мелкий окунь это тоже один из моментов понятно что если у меня с такой же скоростью будет клевать окунь только в два раза больше то и результат у меня соответственно будет в два раза больше надо поймать последнего окуня как бы от такой рыбалки не хотелось отрываться а поверьте отрываться от нее очень тяжело но день наш короткий зимний подходит к концу и вот поэтому надо поймать обычно последний окунь превращается в последние три последние пять окуней бывает даже что и в последние десять если клев хороший вот сейчас парочку поймали третьего для ровного счета и можно будет подводить итоги вот сойдет за последнего окуня сойдет какой никакой а последний ну вот какой не попался какой есть последний на нем можно рыбалку закончить и начать подводить итоги к сожалению по техническим причинам мы этот фильм снимали несколько раз отказала техника поэтому за один раз снять не удалось но зато у нас с вами будет возможность посмотреть на результаты нескольких сразу же рыбалок с применением вот той самой техники которую мы сейчас вам продемонстрировали ну все наш короткий зимний световой день подходит к концу рыбалку мы закончили и собственно говоря улов вот перед вами на камере вот Сергей улов побольше потому что он с утра пока я тут свои лунки которые проделал в бесклевом как выяснилось потом вместе обходил он уже в это время вовсю ловил рыбу вот потом пришлось нам еще досверливаться и по разному применять различные удилища и разные другие хитрости и бегать как заводным ну вот в результате какой-то результат мы показали и довольно на самом деле неплохой особенно вот тот что справа значит что хочу сказать за себя первый круг был не очень удачный но показательность на втором кругу поменял к концу круга с лески 0.1 на леску 0.007 и микро мормышку и процесс пошел процесс долго пошел очень хорошо на третьем кругу практически подловился очень неплохо но в одной из лунок мормышку произошел обрыв здесь периодически это бывает видимо какая-то крупная рыба произошел обрыв переставился опять на 0.1 опять увидел что хуже опять поставил микро мормышку на леске 2.08 и продолжал долавливаться долавился практически до самого конца практически те лунки которые у меня значит из тех лунок которые были просверлены в начале из 15 лунок на окончание ну так можно сказать не работали вообще только три или четыре остальные по одному по два окуня и было три лунки которые с которых снималось там по 7 по 8 окуней за сегодняшний день поймал всего одну плоту ну здесь вот так вот по плотве вообще как не приспосабливаемся к ней ни как одну-две за день и все одну-две за день совершенно случайно среди окуней никакой тенденции нет поэтому сегодня вот так отловили думаю что и воздухом хорошо подышали и поклевок много увидели и рыбки поймали поэтому если кто-то кому-то понравится как мы это делали с Дмитрием ну милости просим ну рыбалка закончена надо сказать нас водоем под Новый год порадовал очень сильно очень хорошо отловились хотя я бы не сказал что у меня вообще было не очень здорово все у тебя с лунками было получше но все равно не было такого безумного жора как вот один-единственный раз мы попали на такой жор и с тех пор вот больше тоже кстати под Новый год и с тех пор больше на такой жор попасть не можем то есть у Сергея несколько лунок работали очень хорошо у него самая большая серия 17 окуней с лунки у меня самая большая серия 8 окуней с лунки при этом еще и таких серий было очень мало то есть в основном по 5 я несколько раз снимал ну вот походили половили под конец я все-таки к Сергею забежал на лунки у него немножко окуней потаскал чтобы хоть чуть-чуть догнать вот ну вот в результате вот у меня ведро мое закрыто и у него ведро закрыто то есть ну прекрасно конечно половили и вот можете сами видеть что метод наш сработал я просверливал дополнительно 3 лунки ты сколько досверливался досверливал где-то штук 6 ну вот то есть вот из 6 досверленных заработало только одно поэтому те лунки которые были раньше прокормлены они как-то видимо за счет того что были раньше прокормлены они как бы собрали рыбу стаю держали они хотел найти как бы середину этой микро стайки но видимо она все-таки концентрируется вокруг ранее просверленных лунок то хочется сказать вот сегодня удалось как бы ловить только активную рыбу буквально две пустые проводки тут же с лунки снимался и шел на другую и вот так по штукам ну наверное штук под 150 да где-то так может больше да может поймать то есть если не бегать не бегать гораздо результат сразу начинает просто гораздо а вот к нам в процессе ловли подходили люди они говорили ну сегодня мы неплохо поймали 15 штук то есть вот порядок на порядок уловы различаются 15 штук и 150 то есть если сидеть на одной лунке и вот сидим весь день поймаешь 15 штук потому что может под это лунка больше его и нету а если вот бегать причем мы немного лунок сегодня сделали сегодня максимум до 20 на человека не больше ну все равно пробовать все равно сегодня отличная рыбалка можно спокойно идти завтра Новый год праздновать была поймана одна плотва почему вот и в прошлый раз была поймана одна плотва то одна то две не больше никак она не хочет собираться теперь у нас будет икра заливное уха будет на Новый год вот очередная рыбалка подошла к концу сегодня просто великолепная была рыбалка отлично я обловился поставил сразу несколько рекордов свой личный рекорд по количеству вот этих вот и весу мелких окуней для данного водоема поставил рекорд поймал 4 плотвы мы здесь обычно где-то одну-две максимум ловим за рыбалку вот вы видите ведро и даже в пакете немного окуней по моим прикидкам около 250 штук так что рыбалка была просто прекрасная ну естественно сделать такой результат мне помогла вот та самая система про которую мы вам с Сергеем рассказывали я делал все то же самое просверлил 15 лунок затем досверливал 3 штуки еще дополнительно у меня сегодня отлично работало где-то 4 лунки где я снимал больше десятка но не на каждом проходе еще так похуже еще где-то 4 луночки работало и совсем не рабочих было всего лишь 2 лунки это хороший результат сегодняшняя рыбалка я очень доволен прекрасный новогодний подарок преподнес мне данный водоем ну все с наступающим новым годом да и если будут какие-то вопросы скорее с прошедшим потому что новый год завтра пока мы фильм смонтируем если будут какие-то вопросы задавайте метод очень такой интересный набегались правда устали как черти но результат вот собственно говоря на лицо есть такой сайт салапинру если кому-то понравится просьба не стесняться обращаться все расскажем все что знаем покажем всего доброго до следующих встреч до следующих встреч до следующих встреч до следующих встреч Продолжение следует...